Привет, народ. В этом видео мы попробуем разоблачить одно из видео канала Дарк Джост. Это видео о том, что якобы он что-то нашел в каком-то доме ведьмы. Ну, давайте начнем. Всем привет. Этот дом не полностью заброшен. Мне дали ключи от этого дома. И здесь не так уже давно жила старая бабушка. Как известно, она была колдунью. Сейчас установлю камеры и буду проводить сеанс эгф. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? По поводу эгф. Вы много видите в ютубе, где-то в интернете, на подобных каналах, как Дарк Джост, эти эгфы. С помощью которых они якобы общаются с привидениями и подобными существами. На самом деле нету никакого эгф. Это обычная коробка, которую монтировали там, приклеили или каким-то образом закрепили на ней шкала какая-нибудь. Кто-то вообще без шкалы делает. Ну, в основном, как бы лепят туда какую-то шкалу непонятно от чего. Которая даже не двигается, когда они общаются там. Вот какие-то кнопочки, кто-то лампочки. У кого-то я видел лампочка от новогодней гирлянды, которая моргает разноцветными огоньками. Причем переключается так же, как и обычная гирлянда режимы. Так что это тупо обычная коробка и ничего больше. Они даже не додумываются влепить туда куда-то динамик. Чтоб хотя бы было понятно, что откуда-то идут звуки. Здесь кто-нибудь есть из мира духа? Ты есть. Ну, конечно же тебе ответят. Да прикольный такой домик. Я бы хотел побывать в таком домике. Но, к сожалению, там где я живу, что-то я не наблюдал таких. Обратите внимание на вот эту веретину и на табуретку. Так. Так. не знаю какую ошибку вы совершили у него даже оружие имеется наверное он думает что это каким то образом поможет убить привидение это чудо вообще нет вот зачем они добавляют звук пик перед тем как потусторонний он начинает с ними общаться но это же блин не радио связь там где по двум реакциям нажали кнопку и общаются а на другом конце пикают ну да ладно ну да ладно ну да ладно вызвали его и это чудовище кто кто обманул кто они темпе существоваться много мира тупо монтированный голос записанный измененный на какой-либо компьютерной программе ничего более это даже не охота это слушать давайте глянем дальше и что там ничего там ничего там что это может быть может погреб там внизу есть Рылька настоящая Два с половиной Сейчас глубина куда ушел зонт примерно 4 метра Что-то похоже на черепушку какую-то А ну да вот глазницы Рот, челюсть Да Нелюбопытно Это перевернутый череп Ну это он будет долго тут копошится Отмотаем туда где он выкапывает его Земли, кирпичей и еще земли Ха Ха-ха-ха Сейчас надо было так додуматься Прикрыть череп врага По-моему что-то он даже не похож на настоящий Главное выкопал и ни одной пыли Ну как нету пыли блещит как у кота яйца Бутылки вон как бы не очень то и пыльные Неужели это череп именно того существа Которая описывается в легенде Ну конечно же Ну конечно То существо с рогами Это Это покойный муж бабушки Колдуни Которому она Рогата наставила Рогами и копытами Вполне возможно что это И есть его череп Ну да Так 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 Ну вот Коробка Какие то проводочки Шкала Обмотанная изолентой Там где там Мопочку наверное Лупил Провода понятное дело Для виду Вот Что-то свящая сторона горит Что дальше делать? Что? Что-то 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 Друзья, я поставлю фоновую музыку, потому что это заклинание Ну конечно, фоновую музыку Где ты? На компьютере дома ее поставишь? Мне придется здесь ассоциаться до утра Так как на улице очень сильно холодно, плюс мне далеко идти Ну вроде сейчас ничего, вот после ритуала как-то все утихло На улице холодно, далеко идти, а в доме тепло, там никто не живет И, понятное дело, там топится печь, наверное Я не знаю, может быть это не ритуал был То, что произносили по эгф Все, друзья, сейчас я выключаю свет И возможно я усну Но это не точно Но это не точно Все тихо, пока что все тихо Ни шума, ни стука Ничего такого нет По эгф никто не отвечает больше Так Так Ну все Ну все Конечно, черепушку надо Тоже заснять Так, ну вот Тут то вот Мы Дернулось Не получилось Наверное Надо Дернулось не получилось Ниточка оторвалась Поэтому надо переключить на череп, чтобы в этот момент перевязать ниточку, чтобы не было никого видно в кадре и как он вяжет, привязывает ниточку. Этот момент они обрезали и начали продолжать аномальщину. Долго же они там вяжут. Так, ну вот ниточка пошла, ну-ка, 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 мне тут не выпытно, в каком положении была подножка этого веретина. Вот, кстати, такой моментик. До того, как оборвалась ниточка, вы видите, вот это вот рычажок, который едет, вот он. И вот спица в каком положении находится в данный момент. То есть они как бы один на одном. подвинулся, видите, оторвалась ниточка, такая как бы буковковая. Получилось. Теперь отмотаем туда, где они привяжут ее. Вот. Немножко они опустили педальку. Немножко подвинул спица. Педальку опустили, чтобы она легче начала движение. И пошло. Потянули, и дальше по инерции, по инерции продолжает движение. Каким образом привязана нитка, я чуть попозже вам объясню. Опа, что такое, что-то. У тебя глаза как у кота. Вот, в этот момент тоже. Видите, да, как? Каким образом движется. Как бы никого нету, вроде как. Лежит ковер. Двери тяну. Табуретка. Давайте объясним. На самом деле, в этом доме он не один. Есть еще кто-то, один-два человека, может толпа их там. Ну, по крайней мере, один находится в данный момент под полом. Может не один. Вот, под полом. В полу имеются щели между досками. В одну из щель они натянули нитку, которую, понятное дело, не видно в темноте. Вот. Вот. Привязали к педальке. И тянешь вниз. Начинает двигаться педалька. И дальше по инерции. А насчет табурета. Вы видели, как она двигалась. Вот видите, щель между половой доской. И вот ножка. И вот ее движение. Так. Ну, вот тут вот. А, ну, и тут он еще лежит. Вот. Где-то там. Где-то вот тут. Включил. Опять не попал. Вот. Видели? Ножка. Движется. По этой щели. В ножку придет гвоздь. Снизу. И его тупо кто-то тянет. Вот вам я на мальчина. Вот вам и приведение. Ничего более. Друзья! Ну-ка этот момент Вот для чего вот это вот как бы темное затемнение Для того чтобы не было видно вот тут вот натянутые нитки Которые тянет эту табуретку Где-то ступу или что это Вот как бы на протяжении всего видео не было вот этого А тут где надо начкануть нитку оно появляется Куча аппаратуры, куча подножек Как он один наточил это? Конечно же он не один Дальше вроде ничего такого нет Ну то пятно было и тень от фонаря Похоже Светел таким образом чтобы там была тень И ногу И аппаратуры подножки Ну Вот как то и так Понравилось видео Лайкайте Комментируйте Ну будет еще видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok